Сегодня смартфоны уже позволяют совершать покупки в интернете в прямом смысле на бегу. Но как онлайн-продавцы знают, что это именно вы купили тот или иной товар, а не мошенник, взломавший ваш аккаунт? Одна из самых больших проблем для ритейлеров, для финансовой индустрии, кроется в том, что они никогда не видят клиента воочию. Специалист по киберзащите Дон Дункан отмечает, что привычки постоянных покупателей могут помочь компаниям понять, когда покупку совершают действительно эти клиенты, а когда это дело рук мошенника. В частности, полезной может оказаться информация о том, как вы держите экран, как долго удерживаете кнопку при нажатии, держите ли вы телефон вертикально или горизонтально и насколько близко к вашему лицу. Эти так называемые пассивные биометрические данные могут предоставить продавцу или поставщику услуг более детальный портрет покупателя. При этом дополнительного программного обеспечения не потребуется. Большинство телефонов уже оснащены акселерометрами и датчиками для GPS. Геолокация, в частности, это один из первых маркеров при идентификации человека и то, какой конкретной сеть он пользуется для выхода в интернет. В отличие от паролей или отпечатков пальцев, которые необходимо вводить физически, пассивная биометрия работает за кулисами, в то время как пользователи интернета продолжают привычное взаимодействие. Две-три строчки кода в мобильном приложении или на сайте способны обеспечить нас информацией о том, как именно тот или иной клиент пользуется смартфоном. Обработав эти данные, мы передаем их обратно разработчикам приложений. Даже такое незначительное отличие, как скорость печати на экране смартфона или угол его наклона, могут сыграть полезную роль при выявлении мошенников. В эпоху масштабных хакерских атак и повсеместной кражи личной информации пассивная биометрия может стать новым уровнем защиты потребителей при заказе товаров и услуг в интернете. Компания New Data владеет MasterCard. И технологии, которые описал Дон Дункан, уже используются многими партнерами этой транснациональной финансовой корпорации. Расширение системы данных об авторизованных пользователях позволяет нам предоставлять информацию о рисках и иные данные для продавцов. В свою очередь для пользователей эти технологии могут стать новым защитным укреплением в борьбе с киберпреступниками.